Привет всем! Продолжаю рубрику. Был у меня еще запоминающийся сны. Да, опять сны. Эти сны так часто мне снили сны, которые необычные, ну как это толка. Поэтому я вот в них вдавался, думаю, вроде бы я об этом не думаю, а мне вот это снится. Ну был такой случай, вот меня когда забирали на воинскую службу, и помню там один парень, это так получилось, что мы с ним от начала и до самой нашей воинской части попали вместе. Даже в одной роте мы служили, а потом меня перевели уже в другую. И главное, вместе мы и приехали в одном поезде, в разных вагонах, только вот на железнодорожном вокзале друг друга увидели, а оказывается, ехали в одном поезде и не знали. Он, как сказать, другом моим не был там на службе. Он такой, ну как сказать, как бы я назвал таких парней, которые... Ну он такой шустрый был. Почему говорю я был, был, но в каких-то 90-х годах, вот тогда работая я еще на... он мне там несколько раз попадался, да. И потом где-то в 90-м году я его в последний раз видел. Так я его много раз видел. Один раз я его ехал по дороге, смотрю, ночью, и какой-то пьяный, не пьяный идет по дороге, по центру, по середине дороги. Ну я так тихонечко еду, потому что уже тогда была... роса была, что ли, дорога немножко скользкая была. Подъезжай ближе, смотрю, вон, елки-палки. Он знаменитый, веселый человек. У него на лице всегда была улыбка. Никогда не унывал. Песню он напевал. Песню напевал, не знаю. Наверное, не напевал. Ну, никогда не унывал. Веселый человек был. Поэтому я как-то не мог поверить, что именно вот в этих годах... Так вот он там... Слышал я просто от людей, что он взял в долг какую-то большую сумму, мол. Она сказала, что вот он вышел в трико, за ним какая-то машина приехала. Что-то он там деньги должен был. И вот была зима, а он вышел в трико, вот он в домашнем. И сказала, что сейчас приеду. И как уехал, и так и больше не приехал. Ну и потом, через несколько там... Какой-то промежуток времени, там я уж не знаю, год-два, он уже там числился пропавшим в Визбесте. Мать его, конечно, сильно переживала. Но потом это... А потом мне начали сниться сны, с его участием. Вот. Ни с того, ни с сего. Я еще вроде на машине работал, мне, как говорится... Ну да, я, естественно, о нем, наверное, иногда подумал, думаю, а правда, куда он мог пропасть, там, или что-то... Ну вот так, недолго, так сказать, думаю. Потому что каждая своя жизнь. Ту, какую он свою ввел в жизнь, это... Только он был, как говорится, тому виной, если у него так случилось. Я не знаю. И потом мне как-то сыны начали сниться с ним. Сниться, сниться. Думаю, да что он мне снится-то, елки-палки. Так я особо... Ни у кого я узнать, чтобы спросить там, где он. Ну, так просто говорили, отвечали, что пропал без вести, и все. Почему он меня всю другую ночь посещает, как говорится, такой веселый, улыбчивый. И потом один раз мне... Ну, какую-то другую там ночь приснился мне его друг. И главное, что вот этот друг, который у него там на службе был, я его вообще забыл. Фамилию я его помнил, наяву. А вот как его зовут наяву, я не... Просто пытался вспомнить, и никак не мог вспомнить. И вот как-то он, когда мне приснился, у него спросил, а ты знаешь... А ты знаешь? А он говорит, этот что ли, ну, Кликуху назвал. Я говорю, ну... Так знаю, говорит, его же, говорит, убили. Я говорю, как так? А я говорю, а он у нас числится пропавшим без вести. И это, главное, во сне вот это я все помню. Ну, это мне хорошо запомнилось. Вот такой разговор у нас состоялся. И все, видимо, потом я проснулся. С того момента, на те годы, мне он перестал сниться. Ну, я так предположил, что... Что его правда убили. Хотя я вот, например, до последнего не верил, что его могли убить. Потому что он такой был... Я говорю, он такой... Ну, вечно улыбающийся парень. Я думаю, такие люди не могут как-то в какую-то глупость попасть. Тем более я, когда много раз его там встречал, бывало, он с ними, с теми, кто его... Он с ними и общался. Я вообще даже предполагал, что его... Ну, вот так вот. В то время он потом мне перестал сниться, и все. И я так... Ну, это уже не знаю, это слухи были, сплетни. В каждой сплетне и слухах есть какая-то доля правды. Ну, вот в этот случай, что вот он... Его могли убить, я, честно говоря, до сих пор не верю в это. Нет. Сомневаюсь я. И вот как-то расходится получается то, во что я в основном всегда подтвердительно верил, если сон мне снится, и можно было, как говорится, не сомневаться. А тут я как-то почему-то сомневаюсь, что... Кому было интересно, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите свои истории, если есть таковы. Всем пока.